Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Дар Риди, и я предлагаю вам сыграть за разбойника. Что ж, давайте я покажу свою колоду. Вот, по-моему, она эффективна. Удар в спину, шаг сквозь тень, смертоносный яд 2, хладнокровие 2, потом ошеломление, есть потрошение, шквал клинков, глава братства, агент Шру, тоже 2. Служитель Земли, чтобы себя лечить, диверсия, классная вещь, оружейное механомасло, круто, Огрмаг, ликвидация, древний исцеллятор, лазурный дракон, гоблин-аукционист, Огрмогр, недавно мне он достался, самый последний из моих легендарок. Я его беру всегда с собой, он хороший помогает. Слушательница Солнца, а также у нас есть барон Гендон, Гандон, Гендон, ладно, Келтузад и Смертокрыл. Это в самый крайний случай, если совсем худо будет, но его выпустим. То есть вторая попытка. Он как бы дает нам шанс совсем все хреново, как-то надо что-то делать, вот, он нам может помочь. Что ж, давайте приступим к этой увлекательной игре. Надеюсь, все у нас получится, надеюсь, все будет круто. Вот. Подбор игрока производится. Я недавно, кстати, вот поиграл и, не знаю, вот, ну я играл до Долгс Плея. Ну вот, тоже недавно собрал эту колоду и, блин, хорошо она действует. То есть, ну, еще немножко везения, немножко поднапречь мозг и вполне возможно, легко можно выиграть. Знаете, есть такие колоды, которые ты уже знаешь. Я бы все равно бы проиграл, то есть хоть так, хоть так. А эта колода такая, то что ты думаешь, блин, ну почему я походил так, а не по-другому, ведь я же мог победить и за одной ошибки проиграл. Вот. Вот это такая колода карт, которая, блин, из которой ты проигрываешь только не из-за везения, в основном, а из-за того, что ты неправильно карту походил или неправильно продумал ход. Что же, Малфреон против нас. Пока что пропустим ход. Против нас играет Коди Коски. Коди Коски играет против нас. Ну что же, мы возьмем оружие. Я думаю, мы его не будем применить, применять, потому что у меня же есть яд еще плюс, к тому же, он нам пригодится для зачищения. Также у нас есть лечащиеся, ну, которые дети юниты. Они будут мне помогать лечить. Ходить-то нечем, давайте ему в лицо ударим. И пока что не все идеально. У него еще монетка есть, к тому же. Я один, и вот боюсь его дерево, он дерево как поставит и все, и мне хран... Капец, мне надо что-то как-то выкручиваться. Мне хотя бы два потрошения. Это бы мне помогло. У него тоже, причем, мне повезло то, что у него тоже карт нет. Хреново, блин, ваша оружия получает пристрик-атаки. Серия приемов. Так, ну, блин, мы так можем и даже... Не знаю, не знаю, нет, давайте все-таки подождем. Мне кажется, пока не логично его использовать. Вдруг я его использую. А это заклинание, а у него есть лизнюк, допустим. И все, мне хана. Пиши, пропало. Все, использует какую-то первую свою карту, посмотрим, это будет. Так, провокация, значит. Против провокации, я не знаю, что мне использовать. Могу дракона, лазурную, но он же его зачистит. Так, ну, в принципе, я его добью, в любом случае, возвращает ваше существо в руку. Она стоит на 2 ма, она меньше. Интересно. Это можно к лазурному дракону применять, очень тактично будет. Так, ну это мне тоже не поможет. Серия приемов, так. Давайте, знаете, что делаем? Это у меня уже сколько будет? 3? И сколько? Если еще 3, это будет 6, только нет? А, ну да. Так и сделаем. И мы вырубаем его. То есть, вообще, очень круто, вот у меня сейчас 6 единиц удара, можно зачищать поле классно. Тоже. Ладно, посмотрим, как он походит. Капец. Капец. Так, и сколько она будет стоить? На 2 ма, она меньше, да? Это за 3. Ага, еще вот так он сделал. Он хочет, чтобы я продолжал лупить. Агент Шрум. Давай, начнем. Добрать карту. Давайте пока не будем использовать, не будем торопить события. Пока что вот так оставим. У меня, кстати, есть еще, есть еще угр-могр. Сколько я уже... Так, у меня, значит, плюс 5. Как мне нанести удар? Зашибись, это будет у меня уже плюс 6. Отлично. 6, и мы сейчас его добьем. А нашему дракончику дадим немножко силы. Окей, неплохо, да? Я вам говорил, что колода будет крутая, будет интересная. Вот, я вам не соврал. И сейчас все будет хорошо. Наверняка все будет хорошо. Телтузад хотел выпустить. Телтузад подождет немножко. Магия. допустим, я применю его. А какую магию я использую? Возвратить? Смыслу мне нет? Возвращать? Я думаю, давайте Телтузад и выпустим. Я думаю, это заставит его немножко призадуматься. Он может, конечно, меня превратить в деревяшки. Ну, я хотя, по крайней мере, выманю у него карту. У меня есть аукционист. Хорошо, уже много. Добор уже большой прошел. То есть, уже можно скоро его будет использовать. Джай, но он хорошо помогает, так как у него много есть карт, которые вообще за ноль. То есть, можно классно добор сделать. Вот, а шквал клиентов, я вам говорил, вообще классно, чтобы зачистить поле, может прям по шесть, короче, по шести всем долбануть. Так, пока что я десяточку убил. Интересно, у него два размаха. По-любому, два. А, нет. Ну, по крайней мере, старается что-то предпринять. Так, ну, а что я тут могу? я прилагаю обратить келтузада. Как раз мы возьмем карту. Кстати, я могу дополнить, толкнуть по нему я не могу. Зато я могу походить вот этой картой. Хорошо, теперь, а, три удара, представься, за ноль, то есть, я могу в спину три удара нанести. Круто, обалдеть. А, еще и шквал будет больше. Ну, когда вы сидите, возьму оружие, унисает ваше оружие и наносит вторую нравную его атаке. Он же тоже повышается, у него навыки, видите, он мигает. Так, ну, что я могу тут использовать, конечно, какого-то зада. Сбавимся от этой карты. потом избавимся от этой карты. Ну-ка, и значит, блин, ну, ладно, давайте, возьмемся. Еще возьмем карту. Я думаю, он сейчас сдастся. Но вряд ли он сможет поле зачистить, даже если он в деревяшке меня превратит, я все равно... Хотя, да, он может зачистить поле с помощью деревяшек и с помощью зачищения. Это его комбо хорошее. всех просто убивает напрочь. Ну, чтобы это комбо совершить, нужна, короче, десятка. Она просто, просто всех, любых, может снести, которые вообще только есть. Самые крутые, не крутые, она их превратит сначала в деревяшек, всех, а потом зачистить поле. Смей. Ну, конечно же. Смей. Провокацию. Так, вот, что я хотел испытать. Смотрите. Так, я беру оружие. А, ну, нет, не поугад, но почему-то она эффект дает, но не помогает. Давайте посмотрим, что будет интересно. Один нанесет, нет? Да. А, несколько реальных 22 наносит. То есть, повышается уровень. Это хорошо, это плюс. Так, ну, что ж, давайте уничтожать уже. Вот так мы хотели, ребят, Малфориона. Давайте еще раз сыграем. Для убедительности, хорошая ли эта карта, ну, колода карты. Сейчас кое-нибудь еще сыграем. Второй раз. Думаю, будет пока что достаточно. Два раза. Сыграем нормально. Ну, если хотите, конечно же, мы продолжим играть с вами этой колодой. Если вы хотите, решайте сами. Вы мои зрители, мне как бы важно ваше мнение. Стоит ли продолжать играть этой карты или как-то, может быть, видоизменить ее, шквал, шквал будет тут явно мне пригодится, потому что он может всякую мелочь наставить на стол, выставить, а что мне потом делать, я потом фиг зачищу. А так у меня будет шквал клинков. К тому же, если свое оружие усилю, то он может абсолютно так нанести урон. Монетку у него все-таки, у кого монетка, там лучше. Даже если я сейчас первых хожу, ну, мало кто берет за единичку, много карт. вероятность того, что ты вытащишь похож первым, но меньше. Лучше иметь монетку с собой. Она как-то из-за как-то больше помогает. Так, ну что ж, мы возьмем оружие. по сути мы потом просто его убьем и восстановим себе жизнь. Ну, вкусный зомби, да, в принципе, хорошие карты. О, госпожа Боис, девочка, красавица. А, просто жизненно необходимо. А, вот этого некроманта. Шквал клинкова, значит, у меня есть там. Да, тут такой тупичок, значит, ребят. Так, много вариантов. Даже не знаю, что делать. Ваши оружие получают плюс три катаки. Давайте подождем, что ли. А смысл? Нет, давайте начнем. Давай начнем. Потом потом ее добьем нашу. Да, потом добьем служительницу боли, с помощью нашего оружия, а потом уже подправим себе здоровье. Да, это будет правильный ход, тем более, навряд ли он сейчас походит чем-нибудь. Оп, хоба восстановил одну. Классно, вообще, замечательно. Карту я бы ее тоже бы имел. Ну, в смысле, карту. Ну, если бы, представьте, такая вот в жизни такая девушка. Офигеть, богиня. Деволица, точнее. Ну, тоже классно. Блин. Так, о чем я говорю-то? А, мы всегда было, мы посещаем, не очень хорошие. И, вот, что ты делаешь. Вообще, зря я ее бил, я что-то не рассчитал, я же четверочку. Все, например, как она сменится эпично. Зря я ее долбанул, только потерял одну единицу здоровья здоровья, зря. А в Харстоне это очень важно. То есть, любая единица, одна единичка жизни может прям изменить всю историю сражения. Сейчас пятерочку не подправим. Давай начнем. Не знаю, может, агента сражеру выпустить уже. Ну, что-то как-то недобро. в принципе, давайте его лучше выпустим. Посмотрим, что он сделал. У него 10 карт офигеть, ребята, офигеть. Сейчас будет их всех использовать. Плюс у него монетка, по-моему, есть. Блин, ненавижу эту карту. Я вообще не люблю, когда я играю с него. Хорошая карта, то есть, когда я его убиваю, зачистки. Интер. Когда его убивают, появляется другая карта. и в чем это делать? Кто мне подскажет? Кто мне подскажет, ребята, что мне тут делать нужно? Мои глаза всегда открыты. Давай начнем. Ну, стоит ли нет? начнем. Давайте вот так сделаем. будет меняться. Может быть, он все-таки усилит его. Если усилит, мы используем уничтожение. меня породило известно. О, зачистка. Зачистка, да. Хреново. Мне это становится не нравится. Используем нашего логра-могра. могр-могра. Могр-могра. Только убивать! зашибись видите как не поможет могут помог то есть я заранее избавиться от сейчас другой стороны если бы он и разыгрался с руки хотя мне кажется он бы навряд ли вы разыгрывал суки в принципе могу полю зачистить уже не надо что-то делать сделать зачистку а потом добить его или что или как не знаю сюда и фильмку это сделал ребята что я надел сам не знаю что натворю что он будет делать на меня нападать что он пока что вот так оставим будет ли он мне в лицо плевать посмотрим посмотрим ребят вот так значит хочется мне избавиться я так и знал а из руки то ничего не будет масты как так-то плюс 2 кружи мне у меня будет 5 5 так ребят тихо но я не убиваю все равно вот этих двух так много вариантов все равно я их не убиваю это хреново это печаль ребят это отстойно достойно отстойно херово что могу сказать ребят херово мне еще одна зачистка бы не помешала не помешала бы она мне сколько у него значит 7 раз два три тринадцать четырнадцать раз меня побеждает ой ребят ну согласитесь то есть все шансы у меня были выиграть его проиграл я из-за своей же глупости про чем говорил помните про ту единичку которую я говорил зря и это сделал вот сейчас она мне реально бы спасла я не знал он ошибся нет зачем он почему он не по мне ударил тел мог по мне ударить вон начало в принципе я бы и так и так погиб но все равно вот глядите вот если бы у него не было инферно было интересно игру и игра я мог у меня были все шансы выиграть моя вина на много много всяких ошибок я допустил можно было всяко по-другому то есть обыграть ситуацию ну зуба я мог быть допустим то же самому раньше убить ну то есть смогу короче по-другому играть эту ситуацию все так начнем наставлять это мне пока рано пока рано пока рано пока рано макарина 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 покорона покорона это ставать блин время тоже поздно из 15 8 мы по сей раз сыграем ладно все и пойду я на улицу мне еще лат-лей кстати совместно хотел снять там игрушка такая есть на выживание короче вот попробую попробуем сыграть я не знаю всем не ушел конечно я вам обещал через 30 минут на уже больше 30 прошло минут елки-палки что он там думает так долго или она кто-то prime prime мы играем против прайма я до видео у меня 18 как нового рейтинга в 19 то есть я я круче его ну что он так долго думает то или она кто это prime 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 она моя значит девушка правильно а дар риди он мой виде не скажи она моя дар риди он мой а дар риди он не знаю почему то нет все не бывает на такой вот когда пропирает на разговор вот такой такой день может потому что я не знал гречки поел с мясом это не прибавило силу и я успею какого хрена он так долго думает вот бесит я блин снимал и вот этот засранец не портит просто весь обзор и весь летсплей зашибись хоть поговорим давайте с вами ребят ну как вам реально моя колода мне кажется нормально колода поставим можно много возможности ну то есть очнулся зашибись могильщик чем мы тут можем сделать мы можем устранить так незаметно как ни в чем не бывало ладно продолжаем значит у него есть есть могильщик значит скорее всего у него колода состоится с из предсмертных хрипов вот как допустим собратель сокровищ она пусть делать добор дать ему не дадим вообще на поле что-то выставлять он атакует я конечно же обороняюсь мне надо правильно быстро выстроить оборону вот чтобы завладеть столом завладеть ситуации кто ходит у того всегда преимущество как говорится вот кто походил тот скорее всего выбрать больше шансов его выбрать еще одна один собиратель цикловик замечательно ну подлечимся считаю как будто бы ничего и не было то есть он теряет карты а я не больше как то что в руке что это колоде так делаем зачистку как думать или в лицо и уметь каждый чутка будет получше так скоро мы сможем развивать аукциониста и монетка нам поможет забрать карт это круто или погром-огром можно уже использовать хотя давайте давайте вот это используем окей вот так если он не убьет мы ему мы ему зададим ему покажем трёпку я могу аукционисты использовать потом монетку а потом вот эту херню 1 хладнокровью который поможет мне как следует толбануть прям ей в лицо по щам надеюсь она не убьет меня не такой дурак зачем 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 зачищать его не надо зачищать и провокацию тоже не надо ставить зачем поставь какую-нибудь простенькую карту которая на которой я даже закрою глаза и не обращу внимание вот так вот херово конечно могу убить но мне кажется лучше все же долбануть ему по щам я использую аукциониста сути они все размениваются с ним беру монетку беру карту потом использую хладнокровие что делаю правильно опять беру карту и как следует как следует прописанную оружие пока оставим потому что зачистка может у меня хорошее получится четверчик четверчик я вообще смету как делать ничего а если а нет не получится слишком слишком дорого ну я хотел взять еще лазурного дракончика потом использовать оружейное механомасло а потом зачистку то есть чтоб по пять она всем долбанул но пока что не получится ну блин ну конечно же меняться надо вот с этим он это так и сделает зачем оставлять такую сильную карту восемь четыре посмотрим посмотрим что он сделает вот мне кажется а фигушки у него что получится то есть если даша знаете чего хочу прикол сделать она же по-моему за один один смат монстром стоит да вот это здорово я хочу этого здоровяка назад ему и ей вернуть ему будет круто было бы круто то есть он ее уже второй раз не разыграет она просто будет мешаться в колоде вот и все ух ты добивает меня смотрите ну реально было неплохо сыграть что я могу сделать тут могу угра использовать или полечусь или же использую лазурного дракончика как вы думаете ребят что он мне стоит сделать а вот фиг его знает так ну говоря можно его уничтожить ну вдруг там будет более крутая карта какая-нибудь мне кажется смысла нет лечиться потому что блин он явно разменяется у него останется одна денечка если заклинание использовать то ну и зачистка будет вот небольшая а что я вам предлагал сделать так нет неудачная мысль хотя ладно пофиг делаем уже зачистку давай начнем так так бы мог еще мой получить какой-нибудь юнит плюс 3 к атаке это было бы круто но мы не будем рисковать посмотрим может быть он гумитильную карту выставить мы ее уничтожим что еще боюсь что я вытащил громогром у него что же такая ликвидация сколько карту уже половину карта забрал явно у него там хранится ликвидация и ждем когда же мне его использовать такой думает о лазурного используем так следовательно теперь я смогу его уничтожить и давайте браться так у меня у меня есть шквал клинков так что в случае чего я его использую так что мне кажется не стоит оружие оружием пользоваться будем ждать тем более если я еще плюс 2 прибавлю то есть по 6 он может вообще по всем долбануть это будет круто morons days это я смотрел это с плюсом 500 он ездит по разным странам вот я бы так же хотел снимать для этого у меня финансов нету поэтому я и снимаю вот с плей зачистка да будет зашибись и мне надо кручить фигню которую возвращает использовать могу 2 ликвидации не знаю что будет давайте в грунте вот так сделать пока что так оставим посмотрим как будет развиваться события наши сути я его убиваю вылазить такой здоровяк здоровяк я его могу убить либо ликвидировать но я хотел бы назад ему впихнуть ее ну блин сколько карта 14 карт не знаю шансов мало шансов мало конечно шансы есть было бы реально круто у 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 Мне лишь бы выжить. Ну, пожалуйста, хочу выжить. Один, мать, ну... О, нет. Я не хотел так. Я... Пожалуйста. За-ши-бис. В любом случае, я проигрываю, ребят. Если я использую даже Смертокрылый, он мне долбанет один раз, и все, и мне хана. Так что давайте мы полечимся. И нахер уничтожим вот этого, блин, говнюка. Это самый был правильный вариант, который мне может дать просто успех. Будем надеяться, что у нас все получится. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Прошу вас. У меня есть еще возвращение. Возвратить бы мне вот исцеляторы и еще раз использовать. Ёлопал, будет в лицо бить. Два. И... И у меня еще единичка. Я опять прыгиваю, ребят. Кирово. Расклад вообще, конечно, жесть. Ну что, у меня ликвидация есть, и что мне она поможет. Ну вот, на этом эпичном моменте мы закончим с вами летсплей. И я опять проиграл. Но не из-за колоды карт, согласитесь, а проиграл из-за своего неумения играть. Вот. Ну, игрушка реально крутая. Вот. С вами был Дариди, ребят. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И пока-пока. До скорого, ребят.